всем привет дорогие друзья сегодня будем готовить блюда из картошки и грибов также нам потребуется немного репчатого лука немного чеснока немного морковки и конечно же зелени и еще кое-что но об этом чуть позже часть картофеля мы заранее отварим а из свежего начнем готовить сегодня мы приготовим вкуснейшую тушеную картошку гербами это блюдо также просто и легко называется как и готовится причем готовится это все в одной посуде что я просто обожаю соответственно поочередно мы нарезаем лук морковь все это небольшими кусочками и об начинаем обжаривать на растительном масле плюс к этому крупно можно нарезать шампиньоны можно грибы и вешенки использовать или ваш любимый по вкусу все разумеется перемешиваем и нарезаем кубиком довольно крупным кубиком картофель потому что в процессе приготовления когда поджарятся первые три наши ингредиента картофель будет тушиться и он станет чуть меньше начнет разваливаться но к этому вернется чуть позже закрываем его крышки добавляем соль перчик и пускай все теперь готовится а мы переходим к второй вкуснятине из отварного картофеля нам теперь необходимо приготовить картофельное пюре лучше всего это делать с растительным не молоком я сегодня буду использовать рисовое в моем доме до сих пор не появилось специального устройства который измельчает картофель и я пользуюсь подручными средствами в основном бутылками здесь такая здоровенная она отлично справляется с этой задачей репчатый лук нарезаем чуть крупнее обжарим его на растительном масле немного также чеснока по вкусу как вам больше нравится но его чуть позже потому что он может подгорать сперва нарежем шампиньоны их теперь лучше нарезать не крупными тоненькими пластинками есть такое определение при нарезке шампиньонов не знаю в общем да как угодно и так и жарьте немножко муки потребуется для того чтобы получился вкуснейший соус мы готовим не без строган мы готовим такой гриб строганом это вкусный сливочный соус из грибов который делается также на основе растительного молока это такая вкуснятина для супер гурманов из картошки и грибов поэтому и сервируется она также великолепно с оригинальной шикарной подачи сверху вот это вот все вот это вот слюны подгребаем слюнки свои и украшение нереальное бабам суда и все вилочка там ложечку вас не важно что хлеб нужен не нужен тут такая вкуснятина можете представить всю эту с пылу жару оно такое это все ароматное что она вот еще такое нежное тает на на губах вот это как там певица это пела на губах ладно вкуснятина номер три готовится из тех же ингредиентов допустим допустим каким-то образом вы не съели картофельное пюре и не съели гриб строганов и на следующий день из этого мы теперь приготовим такие хаш браун для этого берем пюре кукурузный крахмал туда немножко копченой паприки все это хорошенько перемешиваем соль перчики разумеется по вкусу зеленых туда укроп целый кинзушки петрушки и это все перемешиваем получаем такую массу массу значит такой термин термин масса нечто нечто такое вот плотно немножко крахмала и попробуем сформировать такую форму в этой массы похожую на так сказать конус на самом деле все это баловство можете ручками спокойно налепить немножко ручки водой смочили и такие котлеточки навернули можно ли их запечь в духовке ну наверное может наверное можно наверное это будет зожно стильно модно молодежно но я буду обжаривать на подсолнечном масле во фритюре да вот такой красивый золотистой корочки это конечно бомба соусу дает помните остался у нас гриб строганов вот его сейчас еще чуть молочком разбавим да вот это вот в блендере его взбили и это теперь вкуснейший грибной соус если его подогреть там вообще просто песня сказка и пальчики оближешь и теперь представляем дамы и господа вам нереальное сочетание хрустящего поджаренного с копченой папочкой там зеленью вот этих вот вот картофельных вот этих вот шариков они хрустят и это сверху а внутри они нежные вкусные но это сказка песня пушка бомба и это разрыв и что у нас там с первым снять это картофель тушеный вот она на стол упала но так я это съем потом не при вас конечно чуть позже вы не думайте что это такое разбрасывать но вы видите да зеленухой тушеный картофель это бы там она еще бульончиком плавает ну такая красота шо это я не знаю это но это классика такая классика который сложно поспорить вкусно 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 ну не то чтобы по вкусу вкусно но по сути вкусно